Всем привет, с вами Кэт Кена и ты смотришь Puzzle English. Сегодня мы поговорим о моменте релакса. У всех очень сумасшедший конец года, как правило, декабрь совершенно ненормальный, все носятся, устают, кто-то едет в отпуск еще до Нового года, кто-то едет на зимовку, кто-то скрипит до февраля-марта и потом едет в отпуск. В общем, когда ты уже наработался и, наконец-то, у тебя есть возможность расслабиться, вот здесь тебе понадобятся эти фразы, они все будут означать примерно вот это вот. Первая фраза звучит как footloose and fancy free. Сейчас объясню. Это когда ты вдруг находишь себя в ситуации, когда ты можешь делать все, что угодно. Вот у тебя есть свободное время, тебе ничего, тебе нигде не надо быть, никуда не надо спешить. Это тот момент, когда ты приехал на каникулы, такой в шоке, что тебе никуда не надо, ничего не надо делать, ты не знаешь, что с тобой поделать. Вот это ощущение называется footloose and fancy free. Есть еще, соответственно, если ты уже где-то в отпуске, например, вот я с моим британским друзьям, когда у них было католическое Рождество, да, я пишу там, что ты где на Рождестве, они такие вот там дома с родителями, и ты им говоришь, I hope you're having a blast. Вот to have a blast, это означает, когда ты очень хорошо проводишь время, прям вот от души. Это может быть о чем угодно, вечеринка, отпуск, где-то, что угодно, где есть возможность хорошо провести время. To have a blast. Ну, собственно, пример уже дала, да, I hope you're having a blast. Дальше. To let one's hair down. Слово one заменяем на cheetah, да, to let your hair down, my hair down. И так далее. Дословно переводится, как опустить волосы вниз, но это на самом деле тоже, да, расслабиться, наконец-то отпустить себя, и вот вздохнуть полной грудью. Now that I won't be at the office for a few days, I can finally let my hair down. Что сейчас, когда мне не нужно быть в офисе несколько дней, я, наконец-то, могу расслабиться. Еще ты можешь после тяжелой рабочей недели, месяца, года, у кого-то это длится больше, чем год, ты можешь взять перерыв, да, взять тайм-аут, как это еще называется по-русски, передышка, вот это вот, да, все. To take or to need a break from. Предлог всегда from. Например, Good job, the holidays are here. I really need a break from work. Так, наконец-то, наконец-то, вот они уже, эти зимние каникулы или что-то, да, что мне так нужен перерыв, передышка от работы. Есть еще очень клевое слово, это глагол. To unwind. To unwind, дословно, это когда ты как бы раскручиваешь в обратную сторону. Это означает тоже, да, расслабиться. Вот ты пришел после тяжелого рабочего дня, и тебе нужно to unwind. Как-то выдохнуть, прийти в себя, вот это все, в это слово вкладывается. Наконец-то у нас будет время расслабиться. Офис меня просто сводил с ума. Ну и последнее на сегодня выражение. Дословно, поставить свои ноги вверх, закинуть ноги на стол, наверное, по-русски мы бы перевели. Но вообще выражение это про то, что сидеть и ничего не делать. А, мы по-русски говорим плевать в потолок. Вот они не плюют в потолок, они задирают ноги. After such a hard last week at work, I just need to sit back and put my feet up for a whole weekend. After такого, что-то я говорю на смеси английского и русского. После такого сложного последнего месяца на работе, мне нужно просто sit back, да, сесть как бы в кресло вот так, а сесть назад, поставить ноги наверх и ничего не делать. Конечно, если тебе нужно эту фразу как-то переводить, ты не переводишь ее дословно, а переводи как наконец-то расслабиться, ничего не делать и вот все с этим связанное. Ну что ж, я надеюсь, что у всех у вас этой зимой будет возможность to unwind, put your feet up, let your hair down и все вот это вот. Всем хороших каникул, хороших отпусков и до новых встреч в Puzzle English. Субтитры сделал DimaTorzok